Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок, поехали! Сегодня будет нетипичный для меня урок, потому что мы будем с вами сегодня делать стемпинг. Тем не менее, стемпинг это тоже довольно-таки интересная штучка. Единственное, что чистый стемпинг, ну, я лично не люблю. То есть, любой стемпинг я хочу обыграть какой-либо прорисовочкой, для того, чтобы все-таки сделать ему ручную работу, а не просто отстамповать рисунок. Но, тем не менее, если правильно обыгрывать вот эти вот стемп-рисунки, то получаются довольно-таки интересные дизайны. Кстати, дизайны со стемпингом у меня на канале уже были, ссылочки на них я вам оставлю в описании, чтобы вы могли посмотреть. Там тоже довольно интересно обыгран стемпинг. На самом деле, отштамповывать можно безумное количество вариантов дизайнов. Смотрите, во-первых, существует очень много пластин. На каждой пластине минимум по 10 дизайнов, которые вы можете штамповать. Плюс к этому, можно делать стемпинг при помощи гель-красок, как в данном варианте. Можно делать при помощи пигментов. Можно делать при помощи гель-лаков. То есть, в зависимости от того, у кого какой материал имеется, можно получить совершенно разные результаты. В данном случае, лично я выбрала стемпинг краской и вот такие вот листики. Смотрите, я отштамповала рисунок. И теперь по углам своего типса забиваю зоны более темным цветом, на котором я буду делать дальнейшую прорисовочку. Дальше мы будем делать прорисовку под литье пигментами. Ну а поскольку мы собираем сразу же композицию для руки клиента, смотрите, в данном случае я предлагаю сделать два ноготочка со стемпингом и один ноготочек просто с литьем. Я в данном случае разместила литье посередине типсика, но можно было его сделать и на френчике, и в зоне лунулы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, подготовили наши ноготочки, определили зоны, в которых у нас будет располагаться дизайн под литье. Продолжение следует... 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 этого диска снимаю все пигментные остатки которые у меня были на типсики если я этого не сделаю то при перекрытии топом все они подтянутся и размажутся по всей поверхности моего дизайна мне это не нужно если же вы начинаете ватным диском снимать остатки и у вас пигмент уходит с поверхности элементов которые должны быть в пигменте то значит вам необходимо пигмент немножечко до сушить то есть вы затерли положили в лампу буквально там на 10-15 секунд на досушечку и потом снимаете излишки при помощи ватного диска а теперь прорисовочка в данном случае опять же для того чтобы подчеркнуть контраст между зонами для того чтобы добавить яркости в этот дизайн прорисовку я делаю белым цветом при этом стараюсь прорисовать вот тонкими линиями непосредственно зоны разграничивающие между собой стемпинг и литье и расставляю точечки для того чтобы сымитировать такое кружево не кружева не знаю в общем сделать это все более нежным так 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот, собственно говоря, и все. Наш дизайн готов. Надеюсь, вам сегодня со мной понравилось. Для тех, кто не подписан на мой канал, рекомендую подписаться, потому что впереди будет еще очень много чего интересного. Ну а я на сегодня с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока-пока.